Привет всем! Сегодня я хочу записать ролик, который давно надо было записать. Дело в том, что в комментариях к ютубу, иногда на фейсбуке, во всяких дискуссиях по поводу того, как себя должен вести нормальный буддист, я сталкиваюсь с тем, что люди распространяют принципы поведения монахов на мирян. И наоборот, монахов пытаются судить с точки зрения светской морали. И каждый раз я пишу примерно одно и то же, и меня это уже как-то задолбало. И я хочу просто записать это видео и каждый раз кидать на него ссылку. Что я имею сказать по поводу монахов и мирян? Давайте начнем с самой базы, с цели буддизма. Буддизм по отношению к каждому конкретному человеку не имеет своей целью сделать из него хорошего человека, примерного и полезного члена общества. Как раз наоборот, буддизм ставит цель достать вас из этого общества, убрать вас из него, спасти вас из этого ужасного мира, в котором привязанности, желания и, как следствие, куча страданий. Спасти вас из горящего дома. Кто узнал метафору, те молодцы. Какой самый простой способ это сделать? Монашество. Это тот самый серединный путь, который указывает Будда. В чем он заключается? Человек в любой момент его жизни берет, отсекает от себя все привязанности, которые у него на данный момент существуют, снимает с себя все мирские обязательства, выкидывает в мусорку все свои идентичности, он бреет голову, бреет бороду, все, что может выдать в нем какой-то статус, одевается в обноски и идет вместе с толпой таких же, как он, заниматься медитацией и другими практиками. Вот это монашество. Теперь, это именно то же самое, что сделал Будда Шакямуни. Он был воином, наследником престола, ну и отцом, мужем, сыном, и он отказался от всего этого, оборвал все эти привязанности и ушел перманентно. Впоследствии какое-то количество его родных тоже вступили в Сангху и вступили на тех же самых условиях. Они просто оборвали все связи и перестали считаться друг другу, кем они там считались. То есть вот было у Будды жена, сын, мама, а теперь у него ученик, ученица, ученица. Все. И возникает вопрос, вот как это с точки зрения светской морали и того времени, и даже нашего. А плохо это с точки зрения светской морали рассматриваться. Потому что, ну что он сделал? Он взял всех, бросил. Он не выполнил свои обязательства, не выполнил свое предназначение. А между прочим, просто существовало еще пророчество, что он будет очень хорошим монархом. Приведет всех к процветанию. Ну вот не привел он всех к процветанию. И, ну как-то к родителям тоже непочтительно отнесся. В общем, с какой стороны не посмотри, все плохо. Даже возникает вопрос, а вот как это, например, сочетается с кармой? С учением по карме? Ведь он многим тем самым доставил страдания, неприятности. Но здесь вступает религиозная мораль, которая нам говорит, что да, конечно, вот подданные потеряли идеального правителя, семья потеряла сына, отца, мужа и так далее. Зато мир приобрел учителя. И это просто намного, намного круче, чем все то, что Шакьямуни мог бы сделать, останься он в миру. Намного круче. И этот принцип работает не только в Будде Шакьямуни, но и с любым монахом и монахиней. Потому что, если вы решили уйти в монахи, то это намного круче, чем все то, что вы могли бы сделать, останься вы в миру. Намного круче. Ну, я думаю, понятно, что для самого человека это, конечно, намного круче, потому что он достигнет просветления и выйдет из этого мира. Но почему это круче для всего мира? А по той же самой причине мы получаем еще одного учителя Дхармы. Ну и вообще, сама по себе санка, вот это вот сообщество монахов, это драгоценность. Во-первых, это среда, в которую может вступить кто угодно и достичь просветления. Во-вторых, это да, это пул учителей, которые будут распространять Дхарму по миру. Соответственно, чем больше у нас монахов и монахинь, тем у нас лучше распространяется Дхарма и тем больше людей имеет возможность достичь просветления. Это раз. Ну, в идеале. Хорошо, в идеале, потому что реальным все мы люди и мы не можем полностью взять и откинуть светскую мораль. Поэтому, если вы как-нибудь особенно залихватски уйдете в монахи по принципу всем, кому должен, всем прощаю, разбирайтесь там сами как-нибудь без меня, то, скорее всего, монашеская комьюнити тоже будет от этого не в восторге. Наверное, но брушится на вас критикой, по крайней мере, некоторые. Опять же, на протяжении, ну, я не знаю, наверное, всего времени существования буддизма мы видим, что монахи общаются со своими семьями, хотя они не должны этого делать, постоянно вмешиваются в политику, в военное дело, в бизнес, в общем, чем только они занимаются, то есть, не обрубают вот эти вот привязанности. Тем не менее, все сходятся на том, что идеал, это если ты все-таки действительно уйдешь от мира. Вот это идеал монаха. Теперь, а что у нас с мирянами? И вот здесь начинается наш путь к самому сложному вопросу в буддизме, и не только философскому вопросу, но чисто практическому вопросу. А что делать с мирянами? Дело в том, что миряне уже изначально не следуют вот этому срединному пути правильно. То есть, мы же не отсекаем от себя все привязанности, мы не обнуляемся, мы не становимся вот такими вот идеальными людьми без привязанностей. Мы остаемся в этом мире, на нас постоянно еще нацепляется куча всего. Мы остаемся сидеть в горящем доме. Что с нами делать? Пожалуй, все существующие традиции, все существующие школы, куча всяких учителей на протяжении вот всего времени существования буддизма размышляли над тем, что делать с мирянами, какой путь им выбрать. И приходили к выводам, ну, в диапазоне от ничего не сделаешь, поддерживайте монахов материально, и может быть когда-нибудь, может не в этой жизни, может следующий, вы тоже решитесь уйти в монахи, достичь посветления. до варианта монашества нам не нужно. Вообще мы сами все можем сделать, даже находясь в миру. Вот два таких полюса. И если мы обратимся опять же к сутрам, попробуем в сутрах найти какой-то идеал мирянина, который достиг просветления, потому что никто не может однозначно сказать, что мирянины не могут достигнуть просветления. Может быть и могут каким-нибудь образом. Есть сутры, нацеленные на мирян, и в них как раз утверждается, что да, может. Но какой образ вот этого мирянина, который да, может? Какой угодно. Это может быть действительно очень благочестивый человек, или очень-очень маргинальный. Это может быть человек, обреченный властью, правитель, правительница, или отказавшись от этой власти. Это может быть человек всеми любимый и обожаемый, или человек, который всех бесит. Кто угодно. В сутрах даже содержится такой элемент игривости часто, когда у нас берется благочестивый монах, как правило, вообще ученик Будды, и сталкивается с кем-то, кого он, соответственно, считает неблагочестивым, погрязшим в мирских страстях. И выясняется, что вот этот неблагочестивый намного ближе к просветлению, чем монах. По каким-нибудь причинам. И вот то, что монах считал привязанностями, привязанностями не является. А то, что он считал непреодолимыми препятствиями к достижению просветления, на самом деле, чуть ли не трамплин к просветлению. Вот, например, советую почитать Венула Кирти с утра, она вся на этом построена, как раз взаимодействием. То есть, получается, что, опять же, здесь образы очень-очень разные этих мирян. Почему так получается? Ну, потому что мы и есть разные. Мы не приведены к этому единому знаменателю. Мы не чистенькие, обнулившиеся, убравшие от себя все привязанности. Мы продолжаем в этом всем существовать. И поэтому брать и фигачить по нам одной и той же практикой весьма сложно. Поэтому этих практик существует огромное количество. Есть из чего выбрать. Ну, и люди выбирают сами по себе. Поэтому, когда вы ныряете в этот мир мирского буддизма, пожалуйста, ничему не удивляйтесь. Там может встретиться все, что угодно. Люди экспериментируют. Люди пробуют так. Люди пробуют этак. Внутри традиции зарождаются свои собственные традиции, в которых люди тоже что-то там пробуют. Время от времени появляется какая-нибудь особая группа людей, которые задаются вопросом, а нам-то куда? И они тоже создают свой собственный буддизм лучше, чем у всех остальных. Как к этому относиться? Ну, честно говоря, не знаю. Я отношусь к этому спокойно, потому что, как бы то ни было, никто из нас не знает, кто может просветлиться, а кто не может, это нигде не сказано, ни у кого на лбу это не написано. И, ну, посмотрим, в конце концов, мы или все вместе встретимся в нирване, или не встретимся. Это все, что я имею сказать по поводу монашеских и мирских традиций буддизма. Ну, не все, но остальное давайте уже по очереди в роликах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok